Как себя чувствуешь? Хорошо. Посмотрим? Два с половиной часа на операционном столе, сутки в реанимации. От серьезного недуга осталось лишь три маленьких рубца. С диагнозом пузырно-мочеточниковый рефлюкс четырехлетняя Мирослава боролась с полутора лет. Поча из мочевого пузыря попадала прямо в почку, что приводила к воспалению. Пять раз в год приходилось лежать в больницах, но лечение не помогало. Девочка могла лишиться почки, без операции обойтись не удалось. Ее сделали в конце февраля, а через проколы. На вторые сутки девочка встала на ноги, на третий побежала, а сегодня уже показывает характер. Какая-то поведенная операция. Была истерика. Единственный ребенок. Даже не единственный, но все, конечно, переживали. Она молодец, после репутационного периода. Хорошо бы ее несла очень. Не плакала, не жаловалась. Мирославу оперировала команда хирургов Краевого центра охраны детства и материнства. Подобные хирургические вмешательства в крае начали проводить недавно. С 2015 года прооперировали только четверых детей. Дорогое высокотехнологическое оборудование есть, но нет специалистов. В крае всего два врача, которые владеют такой техникой. Выполняются они не часто. Несколько всего регионов владеют такой операцией. Ну, Москва, естественно. Вот, если я не ошибаюсь, делают в Кемерово, в Томске. И, пожалуй, больше даже не подскажу. Можно на поток поставить данную операцию? Можно, но надо, чтобы каждый осваивал эндоскопическую операцию. Сегодня малышка Мирослава чувствует себя отлично, говорит ее лечащий врач Константин Тен. Девочку готовят к выписке. К 8 марта уже точно будет дома. Физические нагрузки пока под запретом. Но у малышки совсем другая мечта. Стать певицей ее она точно осуществит. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.